Это единственная уникальная ситуация. Повторов я не предполагаю и не знаю. Это не система. Вообще появление этой картины, я до сих пор не могу определить ее жанр. Вот с лета прошлого года мне ничего уже в голову не приходит. А летом я был абсолютно убежден в том, что это социально востребованное кино. Отчасти это народное кино. Отчасти это доморощенное дворовое кино. Оно делалось на коленке. Из профессиональных составляющих там почти ничего не было. Возникла потребность от перенасыщения информационного. Возникла потребность от желания получить средства воздействия. Возникла потребность увеличить размеры кафедры. Экран вмещает больше соучастников, чем приход. Возникла заказ у силового ведомства. Там много составляющих. И поэтому я, приходя туда, понимал, а у меня уже был мой эксперимент прихода в другой театр. Я оставался работать в театре на Таганке, но сотрудничал еще с другим театром. Когда я узнал, что я туда приглашен в качестве лидера, я тут же начал уходить из театра. Мне эта позиция была не нужна. Мне нужен был эксперимент другой. Могу ли я войти в другую команду, которую я не люблю так, как люблю свой родной театр. И могу ли я там качественно делать то, что я должен делать. Эксперимент считаю на 50% неудачным, но на 50% удачным. И для меня эта ситуация на площадке у отца Александра была точно таким же экспериментом. Тем более, что я не посмел бы ему сказать «нет», как когда-то я сказал «нет» Леониду Эйдлину, который собирался снимать «Спас под березами». И не потому, что у меня был уже опыт изображения священника. Ко мне подходят иногда и верующие священники, которые и сегодня это произошло, после обсуждения картины. Один из батюшек подошел и поблагодарил за «Спас под березами». Я понимаю, что отзыв от профессионала, отражение профессионала. Я знаю храмы, когда мне нужно подарить эту картину, я иду в Донской монастырь. И там, в церковном магазине, покупаю эту картину. Я не могу ее купить даже на горбушке, где можно купить все. Понимаете? И я понимаю, что это подтверждение некоторого совпадения, некоторого угадывания. Я же не знаю до сих пор жизни священника. Я же не знаю, с чего она состоит. Я понимаю только одно, что мир церковных служителей – это тот же мир, в котором живу я. Люди не берутся с неба. Люди берутся из тех же дворов, из тех же квартир, из тех же школ, в которых учился, жил и воспитывался я. Моя песня была найдена батюшкой, и когда он мне об этом сказал, а я вел переговоры с Юрой Алябовым по поводу записи музыки. Мы отсылали файлы отцу Александра Новосибирска, он их отсматривал, отслышивал и давал свои комментарии, свои отзывы. И что-то Юра правил, я был посредником, в конце концов я понял, что я третий лишний, и они общались напрямую – композитор и режиссер. И когда я приехал в очередной раз в Новосибирск, батюшка сказал, что вот он, по-моему, нашел хорошую песню, только он не знает, куда ее. Он мне ее показал. Я Трофима никогда в жизни не слышал. Фамилию слышал, имя видел, афиши и так далее. Это музыкальная культура, к которой я никакого отношения вообще не имею. Тем более, что у меня нет ни слуха, ни голоса, я не пою, не танцую, стихов не читаю, ничего этого не умею, не знаю. А тут, значит, какой тут Трофим. Ну хорошо, ладно, есть интернет, есть YouTube, можно залезть, послушать, я ничего не слышал, я ничего не разбираю. Это такой прессинг какой-то, ну как-то вот я не ориентируюсь. Когда Юра Шевчук, ну да, когда Гарик Скачев, да, что-то мне там как-то, я понимаю, я видел и слышал и того, и другого, и аквариум живьем, и по нескольку раз. И не потому, что я влюблен, а просто потому, что мне интересно стало. Была такая личная задачка, она не была производственной. Ну и личные знакомства с ними тоже имеют большое значение. А тут, значит, Трофим. Ну, хорошо, режиссер не я, автор сценария не я, ответственности никакой. И я потратил определенное время для того, чтобы по тем телефонам, которые мы добыли, разыскать Трофима. Ничего не получалось, наконец мы добрались до его директора. Объяснили директору просьбу, директор формально сказал, ну все, да, давайте, пожалуйста, я переговорю с Сергеем, давайте заключать контракт. Я спросил знакомых своих о предполагаемой стоимости. Мне назвали цифру. Я батюшке ее тоже назвал. Он сказал, не, ну это, это невозможно. Картина-то безбюджетная вообще, на деньги прихожан и на личные деньги отца Александра снята. Таких цифр там вообще не было, даже не слышно было. И, значит, потом я опять стал искать, а все идет время же, у отца Александра есть свои обязанности, у меня тоже свой график был. И не все так просто. Прошло несколько месяцев, пока, наконец, я напрямую не дозвонился Сергею и попросил разрешения, чтобы они с батюшкой переговорили сами. И объяснил ему, в чем дело. После их прямого разговора отец Александра получил согласие. И тогда я опять начал очевидные поиски для того, чтобы подписать документ. Слава Богу, есть почта электронная. И все это произошло в конце концов без моего прямого участия. И тут складывается такая ситуация, что театр Ленинского комсомола отмечает юбилей Саши Абдулла. И Юля Водова Сашина приглашает меня на это мероприятие. Я с младшим детенышем, 15-летним, прихожу туда и в программе вижу. Я сижу на пятом ряду, а здесь на сцене, буквально в пяти метрах от меня, стоит Сережа Трофимов, который поет одну из своих песен. Ну, я понимаю, что мне сейчас нужно было встать, перелезть через головы соотечественника и сказать, Серега, ну это вот я, давай как-то сейчас договоримся, чего-то там сделаем, вроде все уже готово. Но я понимаю, что я не могу этого сделать, потому что Первый канал это снимает. Первый канал превратил вообще этот вечер в какой-то... Ну, не буду выражаться. В общем, это Первый канал. Ой, нет, не пафосная. Совсем не пафосная, позорная. Ну, это не важно. И когда это все закончилось, я говорю, Саня, догоняй меня где-нибудь ищи, я побежал за кулисы. Значит, мы... Этот не отстал от меня, мы забежали за кулисы. Я спрашиваю, ребят, где Трофимов? Он уже выехал. Он отработал номер и уехал сразу. Ну, думаю, ладно. Значит, вроде все договорились, вроде уже ничего объяснять не надо. И тут вот примерно месяц назад я оказываюсь на съемках одной телевизионной передачи. И я опоздал, она уже снималась. У меня был спектакль. Я приехал после спектакля часов в одиннадцать. Значит, основная часть передачи уже была снята. И я потихонечку по просьбе... Меня просто знакомый режиссер, который занимается этой передачей, он меня вставил. Он сказал, обязательно, иди ты там должен поучаствовать. Я не собирался и участвовать, и не участвовал, слава богу. Но я сидел, значит, реагировал. Была хорошая компания, была хорошая команда людей. У меня передачка известная, популярная. Я в ней никогда не снимался. Я сидел, тихонечко наблюдал. Ну, и получал удовольствие, потому что она отчасти не ювалистическая, не развлекательная, но забавная. А иногда и смешная, и интересная, да, по-всякому. И я вдруг смотрю, через двух человек от меня сидит Сережа Трофимов. И я все дергался, дергался к нему. И вдруг внезапно наступает пауза, а стоит там восемь камер, все работают, снимаются модулем таким, очень удобно. А монтировать удобно потом. И как только пауза возникла, я, значит, пытаюсь к нему добраться, а тут масса знакомых, значит, и все мне никак не удается. И когда я понимаю, что все, да, я говорю, извини, пожалуйста, сейчас я, а его уже нет. И я бросился в коридор, ну вот, я бросился в коридор, догнал его, говорю, Сережа, здрасте, это вот я, это я вам звонил, вот я такой, картина закончена, картина уже вообще в наградах вся, как в маниста. Я просто и от себя, и от батюшки благодарю, он говорит, да ладно, ну чего такое. Я говорю, картину ты видел? А как, нет, не видел. Я говорю, ну все, я, значит, беру на себя обязанность переслать. Он говорит, ну, директору позвоните, он найдет возможность мне передать дизайн. Ну, собственно, на этом закончилось. Текст надо давать просто на экране. Для меня это музыкальная форма, через которую я почти не слышу текста, я его знаю. Но поскольку Трофим это один из очень известных исполнителей, и это другая молодежная фактура, и текст им написанный, он такой, знаете, просто вот абсолютно хирургический. Он просто, вот как приговор. Песня написана за несколько лет до съемок фильма, но она легла в картину действительно как приговор.